всем доброго времени суток у нас заготовки продолжаются я делаю кабачковую икру овощи у меня запекались в духовке еще будут запекаться ну наверно минут 5 5 7 и взобью блендер у меня она конвекционная духовка плита и скорее всего не полтора часа а здесь она уже все мягкое попробовала очень вкусные кабачки я бы такое роговочное кушала наверное хорошо и витаминков полно-полно и она все так пар идет конвекция идет поставила сверху противень потому что начали подгорать скорее всего надо уже выключать дойдет все дойдет все потихонечку и яблоки которые я покупала у меня здесь все такие яблоки я в коротком видео уже сняла яблоки вот такие этого года очень ароматные очень такие сочные медовые по моему на они называются стаканчики очень ароматные но на стаканчике они не похожи они больше такие бочоночки я покупала полтора килограмма и их порезала засыпала килограмм сахара и буду делать повидло я люблю такое повидло и и она потом на пироги пироги делаем очень вкусно нам нравится приготовила кастрюлю сейчас оттуда все достану все забью сделала гринфилд и ромашковый чай себе что-то я вчера съела рыбную котлетку и заболел желудок вот и параллельно я еще буду делать салат из кабачков и англ-бенц все вот простерилизовала баночки стоят мне приготовила лучок который вот у меня ради вырых урожай такой чесночок морковочку достала мелкую которую которую я прореживала это уже стоит две недели никто съесть не может поэтому пойдет на салатик столько кабачков у меня использовала для кабачковой икры я 33 кабачка один зелененький и два желтеньких и столько у меня еще осталось вот что еще такие получились зернышки выколупала с яблок хочу посадить потому что тут то что посадила в прошлом году у меня выросла та яблонька которая в саду цветочки растут очень жарко сегодня очень я и постирала постирала одеяло вот висела на воротах сначала вода стекала потом вынесла туда там солнышко и вынесла туда сейчас все это я отнесу на компост такое все осеннее рюкзачок который дочка мне подарила на дне рождения ну вот там гроза скорее всего потому что я сегодня на сегодня дочь вообще не передавали на субботу стоит дочь постирала два одеяла зонт который дочка купила такой запах у него нехороший почки по наливала воды поливать уже скоро шланг надо отцеплять отцеплять и это чтобы уже там заглушку ставить потому что там краник стоял на лето одеваю тапочки пойдем посмотрим одеялка подсохла или нет и на компост отнесем эти овощные очистки но одеялка скорее всего не подсохла еще потому что с него текло и так постирала сушку сюда поставила ну еще не по не высохла еще но придется домой нести на ночь с него еще вон вода бежит а здесь так подсохла уже подсохла здесь подсохла сегодня ходила обыляла кабачки но в основном преобладают у меня в этом году желтые зеленые как таковых мало мало и не почему-то портится нехорош становится он портится зеленый а желтые нормально здесь где-то один был тигренок волосатый такой тигреночек кабачок цукини а так в основном желтый обрезала марин корень здесь тоже обрезала цветет у меня мутиола немножко и цветет этот красиво красивый такой этот лилейник он так пахнет я утром ходила запах такой счастья прилетела и собирается декоративные трясти подсолнух вот тоже эти мураши наносили тлю вот так вот я выкосила всю эту клубнику ну вот я полила и у нее растут новые листики вот но я думаю за сентябрь все подрастет к зиме к зиме подрастет калинка начинает сохнуть чесночок у меня ухты к смея она мелкая такая на следующий год она сеется будет хорошо оборвала я полностью томаты в парниках потому что начали чернеть из-за перепадов температур началась это фитофтора пошла и сегодня тоже собрала огурцы буду делать замочила уже утром буду делать еще огурцы в томатной заливке видите уже от перепады температур на листиках появились такие маленькие желтые пятнышки и снова полезла пошла ботва отрастает вот так на на морковке будет своя ботва я помидорку бы помидорки буду закрывать подсолнухи там хорошо растут желтые но у них еще есть месяц сентябрь они еще скорее всего так подрастут выкопала я спурию туда я уже говорила посадила возле гаража тельфиновым собирается цвести голубенький а там вот и сирене там темно-синий какие шапки у гортензии убрала цветную капусту вчера вы выбрала ее она получается почему-то вот здесь вот она маленькая беленькая маленькая беленькая а чуть-чуть она вот становится побольше и у нее верхушечка почему-то зеленеет может все таки ее убрать покуда она такая почему она становится темная не понимаю вот вот это яблоня которые которые вот из косточек вот она такая за этот год выросла в прошлом году она была маленькая а за это лето она вот такая огромная из тех косточек которые вот яблочки вы видели впереди вот я снимала диоргинки решила я оставить эту вишню у нее вишня спеет и она вкусная становится мягкая вот она мягкая становится она такая по вкусу знаете как калыча не больше похоже на сливу чем на вишню больше похоже конечно на сливу такая вишня степная называется а по вкусу как слива здесь тоже я убрала в теплице крупные томаты ух ты там покраснел надо его снять я как-то вчера не заметила убрала крупные томаты все оставила такие средние но хочу сказать что они растут не по дням а по часам особенно он упал особенно особенно вот чего-чего сами вот эти кенигсберг будем